Здравствуйте, Егор и подписчики канала Heavy Metal Gym. Сегодня я хочу показать свою тестовую тренировку. Для тренировки я делаю разминку для разогрева всех групп мышц. Не забываю ображнения для укрепления ротаторной манжеты, которые я тренирую каждую тренировку. Немного расскажу о себе. Мне 40 лет. На данный момент мой вес составляет 76 кг. Моё знакомство с железным спортом началось 4 года назад. Тогда я весил 64 кг. Меня стала не устраивать моя физическая форма. Многие скажут, слишком поздно я решил начать себя менять. Но я скажу, лучше поздно, чем никогда. Я пришёл в тренажёрный зал, подошёл к тренеру, рассказал, каких результатов хочу добиться от тренировок. В итоге начал заниматься силовым троеборьем. Выполнял базовые упражнения, такие как жемштанги, приседания, скановая тяга в стиле сумо. Немного было и подсобки. Маленько у меня стал затягивать тренировочный процесс. Но тренер, как оказалось, был больше практик, выступая по жилому лёжа. И вот тренировочный процесс совершенно не в его компетенции. Да, силовые у меня значительно выросли. Мышечная масса увеличилась. Но и травмы не обошли стороной из-за неправильной техники в золотой тройке упражнений. Расскажу вкратце, как происходил у меня тренировочный процесс тренировки. Тренировка длилась по 2-3 часа. Проходила линейно. Вес на каждой тренировке тренер увеличивал. Про периодизацию речи идти не могло. В итоге я получил перетренированность. Вот такие бывают у нас тренера. Оплату берут за тренировку, а качество, можно сказать, ноль. После двух лет таких тренировок я решил покинуть такого горе тренера и заняться самостоятельно строительством тела. Занимался по системе Вейдера. Пробовал и другие билдерские системы, пока не понял, что по ним на тураху заниматься нельзя. И вот год назад, в поисках информации на просторах интернета, как правильно делать приседания и сна на утягу, я наткнулся на канал Егора, где данная информация была расписана пошагово и подробно. Я перечитал на сайте статьи и о периодизации мышечных волокон, и о правильном питании, и много еще интересной и полезной информации я узнал. Тренируюсь я три раза в неделю. Начал заниматься по ступеням с самого начала. Дошел до третьей ступени. На силовую часть тренировки теперь уходит 40-50 минут. Раньше я никогда не делал разминки и заминки до и после тренировки. Почитав статьи Егора, понял, какую глупость я совершал. Из статей и видео Егора я узнал, что существует три вида экстензии. Экстензия со скручиванием, с разводкой гантелей в стороны и с отягощением в руках. Данные типы экстензии я чередую в своих тренировках. Не забываю в конце тренировки делать гиперэкстензию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Прихожу к выполнению экстензии. Сегодня я ее делаю с тягощением в руках. Сделаю 3 подхода с увеличением веса на 15-10 повторений. Начну с 25 кг, закончу с 70 кг. Продолжение следует... Немного расскажу о питании. Как раньше питался и как сейчас начал питаться. Раньше я ел, как многие люди, 3 раза в день. Воды пил мало. На данный момент я изменил свою точку зрения по поводу режима питания. Перешел на дробное правильное питание. Основных приемов пищи у меня 3. Плюс 3-4 перекуса. Конечно, следовать такому режиму очень трудно, так как работаю на производстве. По графику день-ночь. Воды стал выпивать как положено. На 30 грамм, на 1 кг собственного веса. Режим сна тоже сложно соблюдать. С таким графиком работы. Бывает, поспать удается 5-6 часов в сутки. Но если получается, днем выделяю часов для сна. Перед тем, как проводить заминку в конце тренировки, я обязательно съедаю банан, выпиваю БЦА. В течение часа, придя домой, выпиваю протеиновый коктейль с добавлением дополнительного белка. Использую по большей части линейку спортивного питания от Гербалайф, которая мне очень нравится. Чувствовать себя я стал намного лучше. По утрам я ввел в себе в обязанности выполнять специальный комплекс упражнений Егора, взятых из йоги, на укрепление поясницы и позвоночного столба. Так как, сделав МРТ, у меня оказалось 3 грыжи поясничные. А от данной зарядки эффект положительный. Поясница стала меньше беспокоить, меньше болеть. По вечерам, если получается, выполняю упражнение на растяжку всех мышц тела. Теперь я готов для похождения тестовой тренировки. Первым упражнением идет приседание со штангой на плечах. Начну с трех разминочных подходов. Пустой гриф на 12 раз, 40 кг на 8 раз, 60 кг на 4 раза, 70 кг на 1. Установлю на штанге рабочий вес. Сегодня он будет составлять 80 кг. И присяду на максимум. Рабочие веса в приседаниях и становой тяги я не так давно из-за беспокоившей меня поясницы снизил. До этого приседал 120 на 8. Стал больше работать над техникой. Стараюсь, чтобы корпус не заваливался сильно вперед, колени не уходили. Не так давно я делал приседания, как многие паралюфтеры. Квал штангу ниже трапеции. Приседать было легче, но завал вперед был конкретным. Поэтому я от такого положения штанги на плечах отказался. Ноги ставлю при приседаниях чуть шире плеч. Сейчас по большей части выполняю фронтальные приседания со штангой на груди. Ставя ноги параллельно и уже плеч. От этого еще больше чувствую, как нагружаются мои квадрицепсы. Многие молодые люди в спортзале, с кем я общался по вопросу, почему они не делают приседания, говорили, что данное упражнение тяжелое. И на него затрачивается слишком много энергии. Лучше ногами пожать платформу. Я им в то же время объяснял все плюсы приседаний со штангой, что это базовое упражнение. Что во время приседа задействовано много групп мышц. Четырехглавая мышца бедра, ягодичные приводящие мышцы, бицепс бедра, разгибатели спины и мышцы брюшного пресса. Никакого результата, все как об стенку. Сказали, ноги можно и без приседа хорошо накачать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Перехожу к следующему упражнению. Жим штанги лежа. Перед этим сделаю три разминочных подхода. Пустой гриф на 12 раз, 50 кг на 10 раз, 60 кг на 4 раза, 70 кг на раз. Установлю на штанги 80 кг и начну жать на максимум. Из статей и видео Егора я узнал, что существует три вида мышечных волокон, гликолитические, окислительные и промежуточные. Тренировать которые нужно по системе периодизации, что не нужно доходить в рабочих подходах до отказа, только когда тренируются определенные типы мышечных волокон. О том, что монотонность и однотипность тренировок приводят к перетренированности, к остановке и падению результатов. Что линейный тренинг, помимо угнетающего воздействия на центральную нервную систему, понижения иммунной функции организма, крайне негативно сказывается и на связочном сухожильном аппарате. При жиме стараюсь все движения выполнять в медленном темпе. Прогиб спины делаю не сильно. Жму в билгерском варианте. Мне этот вариант больше нравится, нежели лифтерский. Перехожу к подтягиваниям на перекладине с собственным весом. Предварительно, чтобы не получить травму, делаю три подхода тяги вертикального блока за голову. После перехожу непосредственно к подтягиваниям. Подтягивания я начал делать после знакомства с программой Егора Ступень. В данный момент я в шестую неделю тренируюсь по программе «Как стать шире за 8 недель». В этой программе каждую неделю три раза выполняются подтягивания, которые чередуются. Подтягивания с собственным весом, подтягивания узким хватом. А третью тренировку я делаю подтягивания с дополнительным весом. За эти полтора месяца у меня существенно увеличилось количество и качество подтягиваний. Заключительным упражнением в тестовой тренировке является отжимание на брусьях с собственным весом. Предварительно сделаю три подхода разгибания рук в кроссовере, после чего перехожу к отжиманиям. Спасибо, Егор, что Вы делите с нами столь познавательной и ценной информацией, накопленной за 20 лет стажей тренировочной деятельности. Вы намного открываете Вашим подписчикам глаза в части о том, как нужно правильно тренироваться. Успехов Вам в продвижении Вашего канала. И, как говорится, всем сухой мышечной массы и силы без травм.